Дорогие наши зрители, я рад приветствовать вас сегодня в нашей передаче проекта «Иисус и Гектор» в программе «Влияние». Меня зовут Руслан Пшаченко, я отец сына Гектора, который сегодня уже с Господом. Буквально на следующей неделе будет уже два года, как он находится с Господом. Сегодня, перед тем, как я представлю наших гостей, я бы хотел поговорить, а вот в английском слове есть два слова «Гуд» и «Гад». Всего лишь одна буква разница. «Гуд» — это хороший план, а «Гад» — это Божий план. Вот я бы хотел поговорить сегодня о Божьем плане. Иногда он кажется людям не очень хорошим, но он самый лучший в Божьих глазах. И если Бог говорит о том, что у него есть воля благая, угодно совершенная, он говорит то, что он знает далеко напереда в нашей жизни. Иногда в наших глазах «Гуд» план, то есть хороший план — это чтобы легко было, чтобы хорошо было, чтобы удобно было, чтобы не болеть, чтобы все было в этой жизни. Но не всегда этот хороший план лучший в глазах Бога. Поэтому хотел бы представить сегодня наших друзей с Германии, пастора Руди Дюка и директора института руководства и управления, а также вот именно хотел заострить папу, у которого есть сын с синдромом Дауна. Вот для меня, Руди, это как-то вот среди всех наших тайтолов, вот как для родителей, это больше всего важно в нашей передаче. Рад сегодня приветствовать вас. И также Оксану. Я сейчас постараюсь правильно произнести имя. Оксана Кизбрэхт. Я правильно сказал? Хорошо. Почти. Правильно сказал. Хорошо. Это мама сына, который сегодня уже полтора года назад находится с Господом. Да. А вот сегодня мы хотели бы говорить о наших детях. И мне очень приятно, что мы собрались именно здесь не просто как служители, не просто как верующие люди, но как родители. И когда сегодня в нашем христианском мире так много вот недопониманий, каких-то вот взглядов неуверенных в Боге, вы знаете, у меня даже как-то это возбуждается ревность. Оказывается, если мы неуверенно смотрим на то, что происходит в нашей жизни, мы даже не знаем Бога. Получается, мы Ему не доверяем. Получается, вот Илья, который был там на горе, где собрались пророки, он смеялся с ихнего Бога, да, и он говорил, вы кричите громче, может, там заснул он, может, он вас не слышит, может, он чем-то занят. Вот иногда мне кажется, что наше христианство, особенно русскоговорящее, когда встречается с такими детьми, как будто мы не знаем Бога. Я не говорю о том, что в нашу жизнь приходит огромная радость, когда мы узнаем о новости, о том, что у нас родился ребенок с особыми нуждами, но вот мне хочется, чтобы мы посмотрели все-таки внутрь этой проблемы, мы посмотрели, что у Бога есть какой-то определенный план. Поэтому, так как у нас здесь трое родителей, более с таким разной историей жизни, я бы хотел, чтобы мы послушали каждого из нас. И я сделаю небольшое такое оглавление. У пастора Руди Дюка сын, который живет, который радуется, о котором он будет сегодня говорить, у Оксаны сын, который находится с Господом. Но что самое интересное, он родился здоровым, он был совершенно нормальным ребенком, и вдруг он заболел, ты расскажешь, больше потом как, и он ушел к Господу. То есть разные такие исходы, да. У меня сын родился с тем, что он не разговаривал. Поэтому, может, у нас как бы разные истории, но в какой-то мере мы сможем донести до разных групп родителей, что Бог славится во всех ситуациях, Он достоин во всем славы. И вот хотелось бы начать, пастор, с вас. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашем сыне. Все знают пастора Руди Дюка, может, в русскоговорящем мире знают, я не знаю, может, в Германии вас знают, что у вас есть такой сын, потому что вы говорите об этом открыто. Мне бы хотелось, чтобы вы показали нам другую сторону вашей жизни о вашем сыне, о вашей семье. Окей, мне очень важно сказать, что мы посвятили нашу жизнь, моя жена и я, полностью Богу, и сказали, мы хотим стать миссионерами. Это до рождения сына. Это до рождения было, да, да. И мы поступили в библейскую школу на три года, оставили наши профессии, наши работы. И с большим азартом начали изучать Библию и готовились стать миссионерами. На шестом семестре, в конце концов, мы ожидали первого ребенка, все было хорошо. И в январе 93-го года, мы когда в больницу пошли, и сын родился, врачи сказали, там всякие вещи не в порядке. Первое, они сказали, что его поджелудочная железа, она отдавила кишки, и это очень серьезно. Надо срочно, очень срочно оперировать. И они сказали, может, он не выживет, но вам придется здесь подписаться. Для меня такой шок, потому что там такое. В конце концов, я подписался. Потом я спрашиваю, а есть еще что-то? И они так вокруг да около. Да, есть, трезумия 21. А я вообще не разбирался в этом деле и говорю, а что такое? Они говорят, ну, по-другому сказать, синдром Дауна. Я тоже не знал, что такое синдром Дауна, потому что я нигде, никак не сталкивался с такими детьми или с такими людьми. Тоже не знал. И тогда она говорит, ну, в народе их называют мангалоиды. И когда сказала мангалоиды, я знал, что такое. У меня представление было, у них всегда открытый рот, язык висит, и здесь всегда мокро. Вот такое представление у меня было. Как бы слюни текут. Слюни текут, да. И я тогда сказал, вы хотите сказать, что мой сын по жизни будет ненормальный? И она говорит, да. Тогда меня как кипятком ошпарило. Это было очень сложно, но нам пришлось справляться с этим. Мне интересно, в такой ситуации вы посвятили жизнь Богу, вы собрались быть миссионерами. Что случилось с этими планами? Ну, у нас конкретные планы были идти в Австралию. Конкретные планы были. И мы начали документами работать, наш сын рос. И потом нам нужна была виза для Австралии. И в конце концов мы ждали, 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 ждали эту визу и получили отказ. То есть Австралия, страховая система оплачивает таких детей на месте. И они сказали, мы таких в Австралию не берем. И наши все планы, которые до тех пор были, они просто развалились. Совершенно, совершенно развалились. Мы никогда не попали в Австралию как миссионеры. Хорошо. Я думаю, что мы вернемся еще к вашей истории, как вы потом продолжали все-таки служение. И как все это развивалось. Как вы могли сопоставить вашу личную жизнь с таким ребенком и ваше служение. Потому что сейчас вы занимаетесь многими служениями. Не только институтом, но и лагерем и так дальше. Оксана, мне вот хотелось бы узнать от тебя. Потому что мне очень приятно, что среди нас есть и папа, и мама. Вот именно с другой стороны, как мама, как люди более эмоциональные. Да, вот мамы, они все переживают очень лично. Я знаю, моя жена, она это пастору Дедюк понимает, насколько наши жены, они по-другому все воспринимают. Поэтому мы рады, что ты среди нас. Спасибо. Мне хотелось бы, чтобы ты рассказала больше о своей истории. Как все произошло в вашей жизни? Наш сынок родился нормальным ребенком. Здоровенький, очень такой сладкий мальчик был. Никогда никаких проблем не делал, не болел. Единственное, чем он заболел, это была корь. Корь в 5 месяцев. Ах да, его зовут Миха. Миха заболел в 5 месяцев корью, заразился. Мне интересно, для меня показалось это важным, сказать нашим зрителям, как он заболел. Потому что многие люди бы посчитали, о, как это произошло. Как он заболел корью? Корью. Он заразился от мальчика, которому было 12 лет. И он был не привит. То есть ты была в госпитале? Да, я была у врача на приеме. И он заразился у врача на приеме корью. Так как дети до года еще не привиты. И, к сожалению, наш сын Миха заразился. Феликс, он уже был привит, он не заразился. То есть ты пришла на прием к врачу. Туда попал этот мальчик, которому было 12 лет, который болел корью. И вот вдруг, совершенно неожиданно, твой сын, который не был привит прививками против кори, заразился этой болезнью. К сожалению, заразился, потому что корь очень-очень заразная. Там можно просто зайти в помещение, даже не касаясь больного ребенка, можно заразиться. Ну и вот он переболел классически, высокая температура со всеми. Но не было никаких последствий, которые сразу бы, допустим, что уши там, окрохли. Сколько ему было? Месяцев? Пять месяцев. Пять с половиной, я так понимаю. Пять с половиной месяцев. И прошло буквально пять с половиной лет. Мы вообще забыли, что эту инфекцию. И пять с половиной лет прошло, у нее стали симптомы того, что он стал спотыкаться, заикаться. Стал вести себя странно. То есть Бог дал вам пять лет, получается, нормальной, здоровой жизни. Классный был ребенок без всяких отклонений. Очень красиво мог рисовать, очень спортивный. Мы вообще не думали, что у него какая-то есть проблема. А вот в тот момент, когда он стал болеть, пошли симптомы, странные симптомы. Он стал падать, заикаться. И дошло до того, что он просто, идя по лестнице, падал назад. Это как бы мозг его отключался, так как вирус, вирус кори, он поднялся в мозг. Почему, не знаем. Никто нам не может это объяснить, почему вирус кори попал в мозг. Есть такое. Опасность большая, если дети заболеют до года корью. И есть такая опасность, что последствия, может быть, это болезнь, которая называется панэнцефалит, ССПИ. Там можно все в поиск задать и найдешь всю информацию. И вот, к сожалению, наш Миха заболел. И мы были, конечно, в шоке, потому что я была беременна с четвертым ребенком. Сижу с моим мужем на приеме у врача в больнице. И нам говорят, ваш ребенок смертельно болен. Мы вам ничем помочь не можем. Так в открытой пене. Да. И я была в таком шоке. И как-то говорю, а как же мне быть с той справкой, которая пришла со школы, потому что ему на следующий год надо было в школу идти. Как мне поступить с этой справкой? Так как ему надо прийти на прием, на проверку. И врач, смотря на меня, очень мило говорит, пожалуйста, наслаждайтесь каждым днем. Он не сказал, сколько времени? Нет, они потом немножко сказали, так, ну, может, два с половиной года. Так, думаем мы. И прошел процесс очень быстро. Мы в октябре получили диагноз. А в декабре к Рождеству Миха ничего больше не мог. Не говорить, не ходить, не коммуницировать с нами. Ничто. И это было время очень болезненное для нас. Мы об этом времени долгое время с моим мужем вообще не говорили. Да. То есть получается, совершенно здоровый ребенок. Вот такая вот новость. Да. И вы, получается, я думаю, что смотря назад вот сейчас, вы, наверное, расцениваете, я так просто думаю, наверное, расцениваете пять с половиной лет его нормальной здоровой жизни как дар от Господа. Да, да. Я так и сказала. Я благодарна Богу за эти пять лет, что мы смогли с ним познакомиться как со здоровой личностью, да, который мог нам сказать, я люблю это, я стану пилотом, этим, летчиком. Я буду летчиком, я буду всегда над вами летать. А он, наверное, и летает, получается. Да, да. Я сейчас часто думаю, если смотрю на небо, и там есть какие-то вот следы самолетов, да, вот эти, я думаю, это от Михи. Это привет от Михи. Так как Миха наш потом девять лет прожив с этой болезнью, очень болезненно, с болями. Ну, вся семья страдала, можно сказать. То есть пять лет он был здоровым, девять лет он болел. Болел, да. И болел достаточно серьезно. Серьезно, очень. То есть ушел он на небо буквально полтора года назад. Да, да. Хорошо. Я вот просто действительно как бы хочу подчеркнуть то, что может у нас разные дети, но мы одни и те же как бы родители. Вот именно отношение к детям, оно очень чувствительное. Это твой личный ребенок. Иногда почему-то мне так кажется, что здоровые люди, смотря на нас, они думают, что мы, они просто удивляются, как можно любить таких детей. Я удивляюсь, наоборот, как можно их не любить, если они нормальные дети. А может они думают, ну как они нормальные, если они какие-то там с синдромом Дауна или достаточно больной лежит в постели, или мой ребенок как-то себя, может, неадекватно вел. Но хочу сказать, когда родился наш сын, и мы увидели, что он не разговаривает, и вот желание всегда было проповедовать вместе с ним, для меня это было очень болезненно. Но я искал вот выхода пути, как с ним общаться, как найти вот подход заговорить с ним. И я помню тот момент, когда вот был такой момент, я не знаю, откуда он пришел. Но почему-то я в какой-то момент почувствовал, что вот сейчас, на данный момент, я должен наслаждаться жизнью с моим сыном. И я сказал, Господь, если ты позволишь мне, дай мне возможность просто иметь фан. При том, что он не разговаривал. Когда он ходил в школу, у него был специальный класс, он учился со всеми детьми, но он ходил, когда в школу, его забирали тоже в определенный класс. Его мозг не поддавался обучению sign language, чтобы разговаривать руками, поэтому нужно было заглянуть в его мир. И я помню тот момент, когда я просто сказал, Господь, позволь мне просто насладиться с моим сыном радостными, счастливыми днями нашей жизни. И у меня появилась такая идея, я увидел, как ему нравится звук мотора, как он просто ему нравится, он чувствует, он чувствует, как работает мотор. И послушавши свою жену, которая была очень мудрая, чтобы зимой купить джетский, 30 градусов мороза, я выручаю дедушку, чищу ему гараж, покупаю очень дешево джетский, и еду в 30 градусов мороза, чтобы летом кататься с моим сыном. И я помню те моменты, и мне кажется, вот смотря сейчас назад, как мы ездили с ним по горам на славомобилах, как мы катались с ним на джетских, как мы катались в горах на вот этих квадроциклах, мне кажется, вот смотря сейчас на все прошлое, я радуюсь тому, что вот будучи верующим человеком, я, как и все остальные люди, молился за исцеление, в какое-то время зациклился на этом, в течение где-то 10 лет, потом Господь просто спросил, а возможно ли, что ты мне поверишь, что у меня другой план, и я просто начал 5 лет бороться с Богом, но в этой борьбе мы зажили своей семьей счастливо. Что я имею в виду счастливо? У нас родились дочери, потому что 8 лет у нас не было детей. Мы в такой вот молодые родители, когда мы были очень молоды, мы поженились очень рано, мне было 20, Кате было 17, через год рождается у нас ребенок, мы уже прожили 19 лет, но вот когда мы такие молодые, энергичные, счастливые, с первым ребенком, это как на скорости в бетонную стенку. И потом в течение 8 лет вот как будто все, полное разочарование о жизни. Но вот этот вопрос от Господа, а если у меня есть другой план, можно было, скажем, не согласиться с Богом. Я не сказал, что мы подняли руки и сказали, о да, мы соглашаемся. Но теперь, смотря на все, мы иногда сидим вечером за столом, я, моя жена, две наших дочери, мы смеемся, мы радуемся о тех временах, которые были, как мы ездили в другие страны, как мы отдыхали, как мы катались, как мы имели фан в жизни. И поэтому мне вот хотелось бы коснуться вопроса, какова ваша была реакция, вот, пастор Руди, были ли вопросы к Богу, какие вопросы, была ли какая-то обида, или было какое-то недопонимание, как вам, как вы разбирались с этим вопросом? Да, но мне надо две вещи сказать. Первое, когда я пошел домой и сказал моим родителям, у нас родился сын, они, конечно, все обрадовались, и потом я сказал, что у него проблему, у него синдром Дауна. У моего отца, у него 11 детей, все красивые, большие, здоровые, умные. И вдруг Руди приходит и говорит, у нас теперь в родстве черное пятно, вот так для моего отца это так было. И он в этом туманном состоянии смятения и эмоциональной такой, какое-то странное отношение было, говорит мне, вот тебе последствия за грехи, подобно так он выразился. И мне так больно было, потому что, с одной стороны, у меня жена в больнице с больным мальчиком, мальчика сейчас оперируют в другой больнице даже, да, а здесь отец такую фразу бросил, и мне очень больно стало. Я только сказал, отец, за эти слова ты будешь сам перед Богом отвечать. Развернулся, ушел, мне сложно было, честно, я боролся на всех фронтах, скажем так. И первый раз в жизни, я потом три дня спустил, пошел к отцу, и мой отец ко мне подошел, вот так близко, и говорит, Руди, прости меня, я был неправ. С меня вот эта боль, вот эти эмоции, все вот это как сняло. И я стал на то время свободный человек, то есть я знал, мне надо с сыном жить, бороться, и стараться, чтобы жизнь удастся, в конце концов. И я оцениваю тот момент, как очень-очень драгоценный для моей жизни, потому что многие, очень многие семьи переживают, там, обвинение, вот тебе проклятие какое-то, или последствия грехов ваших личных, персональных, или, как в моем плане было, это черное пятно теперь. У нас теперь черное пятно, такое понятие, да? Это очень-очень... Это какой-то стыд, получается. Стыд. Вот перед, 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 перед обществом, ой, мы не все здоровые, красивые, образованные, умные, а теперь у нас есть, типа, черное пятно в семье, и стыдно просто за эту ситуацию, да? И в славянском обществе такое часто бывает. Хотя я немец, но вырос, в конце концов, в Советском Союзе, да? Да. И вот с этим фактором нам бороться нужно было, очень серьезно, пока мы приняли это. Если я дальше посмотрю, то нам нужно было конкретно разобраться в богословии. Я был студент на шестом курсе, шестое семестр, изучал Библию, три года, и теперь вдруг что-то произошло. Мы привыкли рисовать себе картины, Бог — это добрый, любящий Отец, и все дары Его благи по нашим понятиям. И вдруг Бог дает нам ребенка, а в Псалом 126 написано, «Все дети — это дар Божий», значит, Бог дарит нам ребенка, Бог дарит нам подарок, и этот подарок плохой, то есть ненормальный, необыкновенный, для некоторых даже черное пятно. И вот здесь нам нужно было разобраться, откуда этот подарок, кто нам этот подарок дал. И мы сказали, Бог нам его дал, так как все дети от Бога идут, здравые и нездравые, дети с инвалидностью, или дети очень умные, грамотные, развитые и так дальше. И мы его тогда приняли как дар Божий, и мы сказали, мы будем лучше делать для того, чтобы развивать этого мальчика, и чтобы этот мальчик стал благословением, в конце концов, для многих людей. И нам пришлось серьезно поработать, чтобы туда прийти. И еще раз хочу сказать по-богословски опять, если люди зацикливаются, дар Божий, это только благое. А если не дар Божий, а если что-то неблагое приходит, то это от дьявола. И вот тогда начинают мучиться, начинают постоянно бегать по каким-то пасторам, молиться, исцеляться, и постоянно давление, давление такое. У меня никогда этого давления не было. Мне говорили, я открыто на эту тему говорил, мне говорили публично, Руди, ты знаешь, что это от дьявола? Открыто, конкретно. А я открыто, публично говорил, это не от дьявола, это дар Божий. Для нас этот вопрос решился. А ты знаешь, что Бог исцелять хочет? Я сказал, если Бог исцелить хотел, Он нам сразу здравого ребенка дал. Но так как Он нам ребенка дал с синдромом Дауна, для нас вопрос исцеления не стоит. Для нас только вопрос стоит, это подарок от Бога, да. Значит, нам надо его принимать. И нам пришлось серьезно работать над собой, перестроить мысли, богословие, и сказать, Бог, Он никогда не ошибается. И если Он нам что-то дает, что даже сложно выглядит, что трудно, больно, мы плачем, мы не знаем, что делать, люди вокруг нас не знают, что делать, да, и все равно нам нужно прийти, смириться, сказать, Бог суверенный, Он делает, что хочет. Я люблю Бога, поэтому я подстраиваюсь под Его волю. И если люди подстраиваются под Божью волю, то результат этого поведения – глубокий мир. И люди вдруг перестают бегать по каким-то исцелениям, молиться и молиться, и громче молиться, быстрее молиться, и так дальше. А какое исцеление синдрома Дауна? Дауна, то есть это что, должно лицо поменяться? То есть мы говорим о физическом, физиологическом вот образе получается, или как это? Да. У меня представления нету, но я себе иногда вот так представлял, вдруг Бог чудо сделает, то есть я, честно сказать, не сильно верил в это, но я просто себе вот так представлял, вдруг Бог чудо сделает, и наш сын синдромом Дауна станет без синдрома Дауна. То есть это, я себе не мог такое представлять, с другой стороны, я думаю, это просто, как бы сказать, такие мысли, которые приходят и уходят. Но факт, я никогда не останавливался на этой мечте, или молитве, или выходе, или возможности. А я сказал, мы просто приняли и сказали, Бог подарил, и Бог нам поможет с этим мальчиком, с его жизнью славить Бога. И пусть Бог, Богу слава за это все. Это был наш настрой, и так мы пошли по жизни. У нас был момент такой, когда мы получили диагноз, придя домой, первое, что мы сделали, когда он заснул, мы, стоя на коленях, сказали, Господи, мы отдаем этого ребенка обратно в Твои руки. Потому что мы поняли, что мы полностью потеряли контроль. Это не просто был насморк, который можно было вылечить, или дать ему антибиотик. Мы ничего не могли сделать. И в этот момент мне очень помогло сказать, Господи, я отдаю его в Твои руки. Хотя был процесс, он совершенно иначе, так как у меня не было богословского, теологического воспитания. У нас пошла борьба. Мой муж, цемлих, ой, извиняюсь, немецкий, он очень стабильно вошел в то, что сказал, окей, мы сейчас в этой ситуации, я должен как-то с этим жить. А я начала процесс того, что мы должны молиться за исцеление, мы должны то, 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 так как это что такое? Ребенок был здоров, а он сейчас заболел. Это наказание. Что мы, где мы согрешили? Что мы сделали? Давай разбираться. Разбираемся, разбираемся. Каемся, каемся. Бог исцелит. Это был мой процесс личный. Но когда-то пришел момент такой, что я поняла, что его святая воля на жизнь моего сына быть в этой ситуации, приняв эту ситуацию, мне полегчало. Мне очень полегчало, потому что я поняла, что это дает мне какую-то уверенность быть, я под каким-то покровом, да, как бы я не должна метаться в сторону, в сторону, а сказать, окей, Господь, раз ты это допустил, ты имеешь контроль. Я имею честь сопровождать моего ребенка. И будь это до смерти, да, вдруг это получилось не наказание, а честь. Это была честь. То есть это не наказание, а честь. Это очень интересная эмоция. И приходя к нему, беря его на руки, это был для меня всегда очень, очень какой-то, ну, святой момент, что ли. Может быть, не святой, но что-то особое. Ну, достаточно такой трепетный, наверное. Трепетный момент, потому что, находясь с ним в этом кресле, беря его на руки, смотря в его глаза, я находила покой. И он своим присутствием, своим теплом давал что-то, что не мог другой ребенок дать. Это было что-то особое. И присутствие Господа было очень часто, когда я с ним начинала молиться. Я просто чувствовала, что что-то происходит, как он расслабляется. я имела с ним в духе общения, молясь Господу, да. Это было что-то интересное, потому что этого меня стало очень хватать, когда Миха ушел в вечность. Не было больше этого момента, когда я могла просто сесть в кресло, взять ребенка на руки и молиться. И я считаю это в честь. Да. Оксана, а вот у меня вопрос такой, немножко личный, личного характера. А была ли где-то вот такая вот, Господь так несправедливо, здоровый, вдруг ты приходишь в госпиталь, и вот откуда не возьмись этот мальчик, который по иммерженсии попадает в этот госпиталь, именно твой ребенок. Ни чей-то другой. Вот была ли какая-то обида, или ты вот все так действительно, как ты говоришь, ты поняла, что ты под покровом Божьим, что Бог все контролирует. Это был процесс. Это был процесс. Конечно, конечно. Вот интересно, об этом процессе что-то можно? Ну да, сперва было, конечно, ой, почему в этот момент мы были там? Почему он, именно он заразился? Почему именно он и я были в это время там? Потом, когда я стала думать об этом, я поняла, что это мне ничего не приносит, никакого ответа нету. Мы были там, он заразился. Какой-то процесс самобичевания получается. Да, конечно. Получается, конечно, если я начинаю постоянно говорить, почему, 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 почему мы, почему наш сын, почему мы были там, нету ответа, абсолютно нету ответа. Это как тупик. Это как тупик. И потом я стала говорить, Господи, окей, мы сейчас находимся здесь, это очень трудно, очень больно, но скажи, зачем? Скажи, зачем? Зачем я и моя семья должны проходить это? И мы стали просто видеть, как наша история касалась других, а воспитывая других, выявляя характеры, мы вдруг стали познавать, кто наши друзья, кто не наши друзья. Проходя в этом процессе... Это многие родители, кстати, переживают вот этот процесс, когда сразу некоторые отношения строятся, некоторые разрываются. Это совершенно нормальный процесс, дорогие. Вы не расстраиваетесь об этом. Часто это просто потому, что люди слабые, они не то, что, как сказать, может, на нас злятся, или судят, или еще что-то, но они очень часто просто слабые. Они не знают, как с нами обходиться, они не знают, что сказать. Я думаю, мне кажется, Руди, как-то ты рассказывал, что ты сказал, не уходите, приходите, да? Мы часто также утешали родителей, утешали других людей. Говорят, с нами все окей, мы знаем. Это такая правда действительно. То, что мы пережили, вот когда я друзьям сказал, у нас родился сын с, скажем, ненормальностью, там, с проблемами, они не знали, как реагировать, и были моменты, где они от неуверенности какую-то дистанцию к нам, не знаю, осознанно или неосознанно держали, да? Но я тогда просто открытый человек, я-то иногда говорил, не уходи, это был случай тоже, да? Не уходи, будь просто физически рядом. У меня слезы текут, мне трудно, я переживаю через это все, знаешь, и вот так хотел просто, чтобы кто-то рядом был. С другой стороны, слава Богу, в основном наши друзья и родственники, все другие, очень-очень хорошо приняли это все, им сложно было, они должны были тоже смириться и принять это. После того, как они приняли это, быстро было, они очень активно помогали, и у нас никогда не было такого, что мы не знали, где бейбиситтера взять, например, для него. У нас всегда были или друзья, или соседи, или братья-сестры, которые готовы были его взять, он мог в той семье или в этой, или в этой, или в этой побывать, да? То есть насчет этого у нас классно было. Но что мне важно сказать, вот сразу после рождения для них, для всех такой шок был, и они не знали, что делать. Моя рекомендация, если такое происходит, открыто, прямым текстом поздравить за новую жизнь, за новый дар Божий, за подарок, который Бог дал, и принести там подарочки, все, что дарят естественным, обнять, может поплакать, может помолиться, не надо супердуховную роль занимать какую-то, а надо просто физически и эмоционально быть рядом. То есть надо сначала быть людьми, потом духовными. Первым делом эмоционально передать я с тобой, я не знаю, что происходит, у меня такого еще не было, например, да, но я с тобой, и я физически рядом, я эмоционально рядом, я со словами контролирую мою речь не так, а все будет. Это ерунда, такое не говорят, или Бог исцелит. Это не говорят, это самое неправильное, что говорят, да, а надо всегда понимать, если ничего не произойдет, то придется этого человека или эту болезнь придется просто принять, и нам придется под эту болезнь подстраиваться, и поэтому умные фразы, Бог чудо сделает, Он исцелится, будет так, будет так, это все ерунда, такое не надо делать, мы только разрываем души родителей, и поэтому моя позиция такая, если что-то происходит, то надо принимать, то надо здраво понимать, что происходит, молиться, и если Бог, есть ведь слушай, где Бог исцеляет, и если Бог хочет, Он исцелит, если Богу это не надо, то Он по-другому вопрос решит, как в твоем, в твоей истории. В нашем случае тоже был такой момент, что люди пришли к нам в дом посетить нас, это были мои знакомые, мы-то не знали, что будет происходить, а они приедут к нам, ну, посадили всех нас, им говорят, у нас есть этого слова, мы знаем, вы, наверное, десятину не платили, вот вам, вот вам и подарок, а вот, да, а если, а может быть, мы даже можем, мы молимся за изгнание, что Бог за деньги покупает? Ну, да, 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 очень интересное дело. Мы можем за изгнание бесов помолиться, и начали молиться, а наш ребенок старший, ему было 7 лет, 7 лет было Феликс, или 8, 8, он, сидя на диванчике, хотел убежать, потому что он испугался, он говорит, оставайся сидеть, и говорит, скажи Иисус, скажи Иисус, а он это не мог сказать, он говорит, посмотри, он даже имя Иисус не может, с ним ничего, с ним не в порядке, я в это время, в этот момент была такая шокирована, сейчас бы, я бы их вот так вот вытащила, за дверь и сказала, идите, потому что это духовное насилие над семьей, над ребенком, я просто прошу вас, дорогие, не надо так поступать. Вот вы знаете, когда мы говорим об исцелении, у нас так беседа сейчас пошла в эту сторону, я заметил, почему-то в 21 веке вопрос исцеления для людей, это как микровейка, вот микровейка как работает, микроволновка, да, по-русски, это вот, ты берешь заготовленный бутерброд, как в старые времена делался бутерброд, если его надо, его надо было поставить в натуральную настоящую печку, на огне согреть, это же так много времени берет, а вот микроволновую печь, это одна секунда, просто мы не задумываемся о последствиях микроволновой печи, я имею в виду, я знаю, у меня жена выбросила микроволновку, мама выбросила, говорит, это быстро, но плохо для здоровья, в какой-то мере я заметил вот одну вещь, поразительно сложную, в отношении исцеления, если мы говорим об исцелении, то хотелось бы видеть твое сострадание от точки А до точки Я, если говорить о русском языке, да, что я имею в виду, Иисус стоит у гроба Лазаря, он знает, что Лазарь сейчас выйдет по его слову, Иисус прослезился, это что было, вот лицеприятие Иисуса, или это было человеческое сострадание, я заметил, мы говорим иногда об исцелении, вот в глубину мотива хочу заглянуть, мы говорим иногда об исцелении, как о том факторе, что мы не хотим погрузиться глубоко в сострадание, это же нужно, а само слово Иисуса, оно всегда было в глубину сострадания, я имею в виду прощать, а он говорит до семи, до семидесяти раз, то есть ты прощай всегда, а он говорит, кто посмотрел на женщину с возжелением, он все равно, что уже прелюбодействовал, то есть Иисус всегда смотрел в глубину, и вот вопрос, мне иногда больно, когда мы говорим о сострадании, потому что хотя бы прежде, чем мы молимся за исцеление человека, хотя бы спросить вообще, как у него дела, как у него настроение сегодня, я верю в исцеление, я верю, что Бог будет делать исцеление, я верю, что в последнее время Иисус сказал, что вы сделаете больше меня, притча Иисуса, где он говорит о том, что он позвал на пир, и те не пришли, отказались, и потом он пошел позвать хромых, глухих, слепых, но это не будет происходить при возвеличивании личности человека, я в белом пиджаке положил руки, с помазанием пришло исцеление, мы превратили наше христианство в какое-то несострадательное, жестокое отношение, это больно, почему я так говорю, я разговаривал с одной девушкой, и меня просто шокировали ее слова, когда она человек на инвалидной коляске, она говорит, я первая приходила в церковь, первая приходила в церковь, потому что мне нужно было занять место, потому что церковь очень большая, несколько тысяч человек, и мне нужно первое было зайти и занять место, но говорит, я уходила самая первая, вот это меня шокировало, она говорит, Я уходила самая первая, потому что пока я выходила с церкви, за меня молились раз 10, 20, 30, иногда 50 раз. Все на меня кричали, все меня поднимали. И меня вот это шокировало. Она говорит, мне их было жалко, что я не хотела разрушить их веру. И люди иногда бросаются словами, говорят, неверие, дорогие, растить ребенка с синдромом Дауна, это вера. Похоронить ребенка здорового, это вера. Сидеть здесь, говорить о наших детях, это вера. И послание к евреям говорит, мир недостоин тех, которых перепиливали, недостоин мир. Мы иногда понимаем совершенно не так веру. Вот мы посмотрели теологический вопрос, мы посмотрели все вот эти вопросы. Вчера, когда мы были на форуме, который организовал Алекс Шевченко, позиция. И мы говорили о факторе, о том, что это может произойти с каждым человеком. Мне бы хотелось вот на что направить сейчас нашу мосель. Вы знаете, меня просто ревность взяла о том, что мы боимся воли Божьей. Мы сейчас говорим о good plan, good plan, то есть хороший план в наших глазах и Божий план. Так вот мы хотим посмотреть на вот этот Божий план. Он не всегда такой хороший, как мы его представляем. Пастор Рудидюк, почему мы, как христиане, иногда боимся? У меня сложилось такое впечатление, что мы не доверяем Богу. Что мы, то ли мы его получаем, получается, мы его не знаем. Иов говорит в 42 главе, я слышал в 5 стихе, я слышал слухом уха о тебе. Теперь я своими глазами тебя вижу. И он в 6 стихе говорит, я отрекаюсь. Бог говорит, что он был святой, чтобы он был человек, который не согрешил. И вот мне кажется, что две книги в Библии как бы противоречат некоторым учениям в нашей церкви. Книга Иова иногда противоречит исцелению. И иногда противоречит тому, что приходит, получается, что зло в христианский мир. А как же это сопоставить с Римлянам 8.28? Все содействует ко благу. И иногда книга «Песни в песне», и люди говорят, как такое вообще поместили романтическое послание вообще в книгу Библии, чуть ли не вот такую вот книгу. То есть, вы знаете, вот мне бы хотелось, чтобы вы больше поделились об этом. Потому что я помню тот момент, с моей женой мы лежали уже в кровати. И мы почему-то зашел в нас такой разговор. Ты представляешь себе, я родился на Украине. Ты родилась в России. Между нами было тысячу километров разницы. Вдруг Бог сводит нас вместе, мы встречаемся. Ну, я понимаю, что мы сейчас не в церкви, поэтому использую такой взрослый термин. Может, он не совсем в церкви об этом бы не сказал. Но из трех миллионов сперматозоидов в одной яйцеклетке соединяется только один, который побеждает. Вот как вообще зарождается жизнь. И этот, вот я и ты, на расстоянии таком огромном, из семи миллиардов людей, мы встречаемся. У нас есть отношения. И у нас из этого всего, из этих всех обстоятельств, один оплодотворяется ребенок. Если назвать это ошибкой, то мы ставим под сомнение саму веру в Бога, самого Бога, что он проспал там, что он не заметил. А 138-й Псалом говорит, что он видел зародыш мой. Пастор Рудидюк, почему мы иногда так не верим в Бога или что происходит? Ну, я думаю, нам надо опять вернуться к основе. После того, как Бог Адама и Еву создал, все было совершенно. Адам и Ева согрешили, и все нарушилось, все развалилось. Люди стали другие, смерть вошла в жизнь, тление вошла в жизнь, то есть болезни, заразы и так дальше. И Бог проклял эту землю. То есть здесь на земле будут грехи, будут аварии, будут проблемы, будут травмы, все будет. Бог нас посадил в эту систему. Эта система не небо, это не рай. Это павшая система. И в этой системе процессы крутятся. Говорим про детей зачатие. Везде, когда в зачатии что-то происходит, и потом человечек новое творение встает, то потому что мы на павшей земле, происходит авария, скажем так, аксиденты. То есть что происходит? Происходит что-то, что ненормально. С нашей человеческой точки зрения ненормально. Даже это не был замысл Божий. Но так как все, как написано, земля проклятая, и с тех пор происходит такое. Теперь мы можем восстать и сказать, нет, это не от Бога, это от дьявола, это все, короче, и дьявола, и беса гонять и так дальше. Или мы скажем, Бог нас поставил в систему, и Бог контролирует все. И если он... Даже дьявола контролирует. Он дьявола контролирует, и каждого беса контролирует. То есть Бог, он выше, и нету никого одинакового, а все под ним идет. И теперь, если Бог допускает... Вот моя жена здоровая женщина, и я здоровый парень. У нас все прекрасно. Нас проверили сверху донизу. И сказали, у вас все хорошо, это просто было... Типа, где рубанком работают, там и стружка летает. И очень легко они говорят, бывает такое, и мы не можем сказать, это не ваша проблема, это может у тебя случиться, это может у вас, у вас, у вас. У каждого может случиться. Шанс маленький, но у всех, когда там маленький, шанс стал первым. И в конце концов, если мы с этой точки зрения смотрим, что Бог этот мир проклял, в этом мире проходят аварии, болезни, заразы, травмы и так дальше. И мы, когда ничего не можем менять, просто смиряемся под волю Божью, и опять наше сердце наполняется миром. И Бог даст нам силу и мудрость проконтролировать, взращивать, воспитывать, принимать и так дальше. Получается, подчинитесь под крепкую руку волю Божьей, да? Это самое мудрость. И вознесет вас. Да. Поэтому, если люди говорят, если люди говорят, у них, у них проклятие и так дальше, нет. То, что у нас произошло, то может у каждого, совершенно у каждого произойти. И здесь нет такого последствия греха. Это ерунда, это не так, это неправильно. Если бы Бог наказывал за грехи, то, как иногда мы говорим, все были бы инвалиды, уроды и так дальше. Ну да. Поэтому Бог милостивый и Бог дает прекрасной жизни. У меня еще есть такое, что я вспомнила. Моя мама тогда, когда очень плакала, я говорила, мама, ну, в конце концов, почему мы верующие должны получать такое? Ведь все-таки у нас есть какое-то наследие, да, что здоровые, все мы должны быть и классные. А потом мама говорит, а почему, почему не ты? Вот почему не ты, почему не я? Так как у моей мамы тоже есть дочь-инвалид. Почему не мы? Вот представь, мы стоим перед Господом, день суда, и стоит рядом неверующие наши соседи, которые потеряли сына, может быть, растили инвалида, и они скажут, конечно, у этих христиан не всегда все было классно. Конечно, они могли пройти эту жизнь, и были такие, ну, как говорят, просто изи, да, у них все получалось. Легкий путь такой был. Конечно, а что мы? Мы постоянно боролись с болезнью, боролись с тем, ведь это же неправильно, да. И ходя перед Господом, мы ходим все вместе и также получаем какие-то аварии или еще что-то. Но наша победа в том, что мы имеем его, да, правда? И иногда нам тогда и намного легче может принять, намного легче пройти путь во многом, да. Хотя бы я сказала, очень часто неверующие люди, это у нас в Германии, неверующие люди, если у них рождается инвалид, они очень часто даже быстрее принимают этого ребенка, чем христиане. Да, вчера как раз пастору Леониду сказал. Это я тоже заметила. Очень хорошо обходится. Без предрассудков получается. У них нет этого пути борьбы с Богом. Они понимают, или же они отдают ребенка, или они его оставляют и идут в путь с ним. И идут его прекрасно. Я очень часто это видела. Поэтому нам бы научиться немножко у них сказать, окей, у меня случилось это, у нас рождается ребенок или заболевает ребенок. Господь имеет контроль. Это вот классно. Мы должны знать нашего папу, нашего отца. Получается, мы тогда его не знаем. Да. Мы тогда не знаем его, потому что мы сомневаемся в его совершенной воле. Для нашей жизни. Для нашей жизни. У нас ложное представление о Боге. Ложное. Просто оно не работает. Так то представление. Бог нам только доброе дает, благое дает. Бог любит. И если мы что-то не так сделали, Он наказывает. Бог не наказывает. Он один раз сына наказал, с тех пор Он не наказывает. Он благословляет, Он ведет, Он учит, наставляет. И в конце концов, за все мои грехи Он умер. И поэтому моя ответственность всегда смиряться под Божью волю. Не думать, о, накажет, о, будут последствия, будут проблемы. А искать волю Божью, и под нее мой характер, мою жизнь, мой иногда длинный язык, и все подстраивать. И вот это лично для меня святость, когда я не мою волю ищу, не реализацию моих представлений, а когда я мою жизнь под Его волю подстраиваю. Это сложно. Но это практическая святость, которая каждый день должна проявляться в поведении, в отношениях, именно в словах и так дальше. Мне бы хотелось, у нас немного времени осталось в эфире. Пастор Рудю Дюк, вы пастор церкви. Ваша церковь, она отличается от других церквей очень радикально. Вот хотелось бы, чтобы вы немножко просветили нас. Вот какая проблема нашего русскоговорящего мира, когда рождаются такие дети, многие не находят места в церкви. Просто уходят или просто исчезают. Вот что нам нужно изменить, вы как пастор? Я не могу сказать, что наша там совершенно другая, радикальная. Я бы сказал радикально, слыша то, что о вашем цене. Ну, у нас так. Я сегодня первый пастор в нашей церкви. Я все годы был активный человек в церкви, был директор миссии, и с 2000 года пастор церкви. То есть я был всегда активный в центре внимания. Моя жена ведет женское служение уже, наверное, 15-17 лет. То есть мы очень активны в церкви. И наш сын, он был везде с нами. Сейчас ему сколько лет? Ему сейчас 22 года. И он был всегда и везде с нами. Мы его везде с собой таскали. И он был маленький, и когда он начал бегать, он убегал. Он царапал людей так иногда. Он недовольный был или наоборот довольный был и так дальше. Он всегда с нами был, он в церкви был. Он с мамой часто был в детской комнате. Другие иногда, может, радовались, может, не радовались, что он там. То он пошумит, то он другой. Но они его любили, принимали, уважали. Он начал подрастать. Мы его всегда с собой берем. Я сижу на первом ряду. Он, значит, возле меня сидит. Маленький парень. Хор у нас в то время был. Рейген перестал махать. Встал и вот так теперь левой рукой на хор, а правой вот так на церковь. И машет вот так со стороны. А его место свободное. Мой мальчик вскочил, побежал на место и начал там махать. Конкретно, да? Начал. Люди засмеялись. И первый взгляд на кого? На папу. На папу. Что он будет делать? Первый взгляд на папу. И я сижу, у меня нету комплексов. Я сижу, улыбаюсь. Значит, люди улыбаются. У меня в голове сколько секунд я могу улыбаться? А после сколько секунд люди скажут, батя, хватит. Иди забери сына. Давай начинай что-то делать. Ты понимаешь? Вот микропроцессы. Я сижу, расслабился, улыбаюсь. Ну пусть он радуется 3, 5, 6, 10 секунд, да? Потом я встал с большой улыбкой, пошел на сцену, обнял его и свел его вниз, посадил. Не то, что там бежал, там быстро схватил. Ты что побежал? Нет, я его достойно обнял, свел его, сел. Я не был задерган. Я тебя перебью, я помню тот момент в моей проповеди. Вот я пастор церкви, проповедую. Выбегает ко мне сын прямо на сцену в кафедре. Вот моя точно такая реакция, как ты сейчас говоришь. Я просто заметил, если мы как родители, как мы примем, я его просто обнял. Говорю, я буду проповедовать вместе с ним. Все, церковь успокоилась. Потом жена пришла, его забрала, и я дальше продолжил. То есть это наша реакция. Я думаю, да, очень много. Очень важно, если я был бы с комплексом, то в церкви был бы комплекс. И мой парень был бы не тот, который он сегодня есть. Поэтому очень важно знать, сколько секунд ты можешь расслабиться, а после сколько секунд ты должен что-то сделать. И вот эта мудрость, в конце концов, нужно вырабатывать в отце или в маме. И вот мы вот так себя вели в церкви. Однажды был большой праздник, и я не знаю, по какой причине барабаны были свободные. Большая группа прославлений, все так красиво. И во время первого куплета, вот начали петь там, так мощно все было, выбегает наш парень и начинает на барабанах играть. Он играет на барабанах не стопроцентно, но классно играет. Он выбежал на сцену и начинает на барабанах играть. И я так думал опять, что сделать, как долго выдержать это все. Люди смеются, довольны, улыбаются. Но после сколько секунд или минут, скажем, после сколько куплетов или припевов, и так дальше, надо останавливаться. И вот это все взращивает, воспитывает культуру в церкви. Этот мальчик в детской воскресной школе был всегда, он был в подростковых группах всегда, он в детском хору пел, как мог, так и пел. Он был в молодежном, скажем, служении до сегодня, но и так же среди молодежи всегда, и он пел с молодежью, все-все-все было естественно. Иногда ко мне приходили и говорили, Руди, твой сын, он мешает, твой сын, это твой сын, неспокойно себя ведет, твой сын. И я говорил, он не мешает, он просто другой. Он другой. У нас осталось две минуты, Оксана. Я бы хотел буквально в течение какого-то минуты, скажи, пожалуйста, вот что можно пожелать родителям, которые прошли тот процесс, как ты? Как можно быстро согласиться с ситуацией, не бороться против Бога? А согласиться-то сдаться или просто поверить в Бога? Нет, нет, поверить в то, что Господь ничего не допускает в нашей жизни злого. Это даже зло может обратиться в добро. И даже смерть ребенка, которую мы пережили, может дать какой-то свет другим мне. Я начинаю жизнь с небесной жизнью, для меня нет смерти. Я люблю Господа, верю в то, что есть надежда, есть будущее, и что когда-то мы все будем в вечности вместе. Получается, дорогие, есть у Бога хороший план, как бы мы считаем по-нашему, good plan, а есть Божий план, God's plan. Иногда эти планы не совпадают, но у Бога нет ошибок. Поэтому я хочу вам, дорогие, сказать одну такую самую простую вещь. Бог славится, когда дети остаются, как у пастора Руди Дюка, жить среди этой земли и учить нас и всех других. Когда Бог забирает наших детей, как у Оксаны и у меня, они сегодня на небе, но мы сегодня говорим об этом, смело говорим, говорим во вдохновение другим семьям. Тяжело это? Да, тяжело. Это очень эмоционально, но есть вера в Бога. И, конечно, Бог славится, когда Он будет исцелять. Но когда этого Он будет делать, это Его суверенная воля. Пусть Бог благословит вас. Я рад, что вы были вместе с нами. Спасибо вам большое, дорогие друзья из Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова